Добрый день, друзья! Сегодня хочу записать ролик по теме Так все-таки, что же мы такое делаем, чем инфодайвинг отличается от всего остального Почему, например, у тех же самых гипнотизеров, расстановщиков и так далее нет результатов У нас есть результаты Какую такую магию мы творим, что такое страшное мы творим Может мы какая-нибудь секта или мы там непонятно кто Смотрите, на самом деле все очень просто Для тех, кто интересовался мистической литературой И какими-то интересными людьми в прошлом Можете почитать Эдгара Кейси На самом деле был такой человек невероятный, который помогал людям Уже тем, что просто благодаря своему особому восприятию Мог рассказать о том, что с ними было в прошлых инкарнациях И каким образом эти инкарнации повлияли на текущую инкарнацию Каким образом сложились, развились события таким образом Что они имеют тот или иной результат в жизни И это приводило у Эдгара Кейси Он не рассматривал ни программное обеспечение человека Ни карму, ни судьбу, ничего он отдельно не рассматривал Но это приводило к тому, что у людей менялась жизнь И это факты, которые изложены в литературе Вы можете их почитать, как достоверно Этому было много свидетелей Так вот, что же такое постиг Эдгар Кейси И куда залезли мы, почему у нас это все получается Значительно дальше и больше По сути дела, если рассматривать состояние гипнотического транса То, чем занимаются все гипнотизеры Вот они догружаются до какого-то состояния Доводят человека Человек загрузился И дальше они пытаются из человека достать историю его прошлой жизни Историю, которая каким-то образом повлияла на текущую жизнь И как это происходит? Когда человек находится в состоянии гипноза Именно в состоянии гипноза Я уже рассказывала, чем гипноз отличается от транса От парасомномбулизма и так далее Смотрите отдельные ролики Сейчас не буду на этом останавливаться Когда человек находится в состоянии гипноза Его психика привязана к текущей жизни И, соответственно, она выдает информацию Адаптированную к текущей жизни Через чувства, через ощущения Например, гипнотизер попадает в ситуацию Когда человек испытывал боль, страх, негодование и так далее В прошлой жизни Но так как психика человека в текущей жизни В гипнозе выдает на основании образа в текущей жизни То, соответственно, вот этот вот инкарнационный переход Который есть в прошлое Психика моделирует сама И она моделирует на основании того жизненного опыта Который есть в текущей жизни А это значит, она моделирует ситуации Когда достается на те же самые ощущения В текущей жизни он такие же ощущения Такие же чувства Такую же боль Там стресс испытывал аналогичный Но в текущей жизни И, соответственно, образы и ситуации Берутся из текущей жизни И таким образом информация как бы подменяется В психике одно на другое Когда человек идет через осознавание Да, то он и из этой ситуации Может изъять очки сознания И как бы ему полегчает И поэтому, например, при панических атаках При заикании и так далее Гипноз оказывается очень эффективен То есть неважно через какой образ Была выведена психотравма Но она была выведена через образ текущей жизни В этом коренное отличие Что делал Эдгар Кейси? Он проходил дальше И попадал в реальную информацию В реальную информацию Которая была в том воплощении Или там энное количество воплощений назад Но Кейси как-то далеко очень не ходил Он в ближайшее воплощение попадал И здесь уже выходил образ Который соответствовал той жизни А это значит, что человек Проживая те же самые образы, ощущения и чувства Он уже выводил другие осознания Более глубинные И таким образом эффективность у него повышалась Так вот, что делаем мы? Мы прошли это дальше И оказывается, вот в этих ситуациях Когда был человек Мы обнаружили, что не просто достаточно Прожить чувства и ощущения Этого мало Тогда надо будет всю кармическую историю Проживать целиком А если вы хотите ее закрыть быстро То надо каким-то образом забрать энергию Которая скопилась там Эта энергия скапливается под информацией Когда? Когда есть решение Когда у этой энергии есть крышечка Это есть решение То есть человек в какой-то ситуации Принял решение И оно блокировало Естественный ток энергообмена В инкарнационном цикле Я сейчас расскажу Зачем это все надо при инкарнации Так вот, это решение становится блокирующей Такой штукой И оно могло быть принято на английском языке На древнееврейском языке На древнегреческом На римском Какой хотите То есть в зависимости от того С какой инкарнацией летит Тот язык и будет И таким образом важно Не только Не только Взять картинку Но и снять суть Суть Это единица информации Я уже говорила в инфодайвинге Мы снимаем суть решения И дальше Подбираем разного рода формулировки Чтобы вытянуть Выгребьте все решение И когда мы снимаем вот эту крышечку Энергия возвращается в текущую жизнь Мы эту энергию Этот ресурс Этот бюджет На съемки картины мира Текущей Вот эта магия называется Мы забираем И встраиваем текущую жизнь И получается Очень-очень быстрый результат Так вот Оказывается Что вот сюда Вот сюда На этот уровень На сегодняшний день Никто никогда не ходил Но об этом уровне Люди догадывались Потому что в магии О нем догадывались И нам такой вариант подсказал Тот же Женя Волков Потому что это маг Со стажем Да С тысячелетним уже Но Человек Когда он находится В текущей жизни Он не помнит этого всего И у него нет доступа К этой информации И максимум Что человек пытается Он понимает Что там где-то Собака зарыта И он идет Вот на этой вот части Вот на этой вот фазе Вот здесь До перехода Здесь сидят расстановки По Хеллингеру Здесь сидят гипноз Гипнотерапия Здесь сидят Всякие регрессологи Экстрасенсы И так далее Я не буду перечислять их всех Они доходят Вот до этой черты Да Они доходят До этой черты Когда психика Моделирует Из текущего жизненного Опыта картины На основании Чувствия и ощущений Она не берет Достоверную информацию Достоверная информация Находится дальше Из-за достоверной информации Находится еще глубже Решение А еще глубже Энергия Понимаете Вот эту вот часть Мы оттуда достаем И встраиваем Для этого надо иметь Определенный уровень доступа Более того Энергия может быть Разбросана по всей жизни Более того Энергия может быть Там 50 жизней назад А не в предыдущей Да То есть пробка Может стоять В любом месте Эдгар Кейси Ходил в предыдущую Только жизнь И сегодня я не знаю Людей Которые могут работать Вот так как мы Зачем это надо И как это работает В принципе Для того чтобы понять Как это работает В принципе Мы можем рассмотреть Инкарнационный цикл человека И вообще Как рождаются болезни Вот человек живет жизнь Живет, живет, живет У него проходит Жизненный опыт Он его накапливает 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 Но он не изымает Осознавание То есть мы бежим По жизни И нам некогда Оглянуться И задать себе вопрос Зачем я так поступил А чему меня это научило А какой опыт я принял Мы не глядываемся На те решения Которые мы принимаем Вот нам прилетает Что вот так хорошо Вот так плохо И мы их принимаем Мы очень часто Мы очень часто разговариваем Друг с другом Там кто-то осуждает Кого-то Мы говорим Да-да-да А это ведь к нам Взлетает в психику Как решение И мы накапливаем Вот это все называется Спам Программы Мы этот спам Накапливаем по жизни И душа Инкарнационные циклы Ведь раньше люди Жили очень долго Мы сейчас Когда просматриваем Варианты До 900 лет Жили люди И это упоминание Есть и в Библии Тоже что Адам жил 900 лет Так вот душа Ввела Инкарнационные циклы Почему? Потому что Человек Не изымает Очки осознания А именно Это и надо душе И таким образом Душа за жизнь Живет, живет, живет Набрала там 20-30 очков За всю жизнь А все остальное Легло Вот этим Распирающим Опытом Программным И что делает Тогда душа Она запускает Инкарнацию А инкарнацию Она за счет чего Запускает Ну ладно Естественная старость Это те Кто хотя бы Когда-то Включал Мозг И дожил Смог до старости Сохранить свое тело В здравии Таким образом Он когда-то Переразгружал Свою психику Перезапускал Но есть люди Которые Этим В общем-то Не мучаются Не страдают Они все В себя валят 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 И в какой-то момент Это выливается В заболевание То есть Заболевание Это передоз По программам Которые неосознаны И не удалены Да То есть Человек не чистил Свой комп Всю жизнь И тогда душа говорит Все Схлопываем И во время Инкарнации Происходит обнуление То есть Она сжимает Этот опыт После третьего дня То есть Там Мы когда смотрели У вас Видео есть в интернете Когда мы смотрим Расшариваем И мы эту информацию Брали Сопровождая В последний Путь человека Искомый Так вот Три дня Душа прощается С этим миром С этой игрой Отматывает Назад Перезаписывает Всю жизнь И дальше У нее С третьего Где-то по седьмой Восьмой день Идет Спрессовывание Этой информации И обнуление Таким образом В инкарнацию В следующую Она переносит Лишь Те моменты С которых Невозможно было Отжать Очки осознания И она Удерживает энергию Под собой Оно приведет В дальнейшем К развитию кармы Что-то доделать Вот на эту тему Очень хорошо Мне нравится Как писал Кастанеда И он написал Практику Перепросмотра Это шикарнейшая Практика Если вы Господа Заботитесь О своем здоровье Вы можете Ею пользоваться Более того Перепросмотр Великолепно Делается В экстремальных Условиях Недаром Кастанеда Описывал Что это надо делать В лесу Когда животные Рядом Под костер Дрова С закапываниями Мы когда-то Этим всем занимались Практиковали В стрессовой ситуации Перепросмотр Осуществляется Действительно Интересно И можно сбросить Большое количество Программ Но не все люди готовы Более того У некоторых Уже такое количество Этих программ Накопило в телах Что если их посадить В такую стрессовую Ситуацию То утром Ну найдешь По сути дела Труп Да То есть там Сердце не выдержит И уже откачивать Бесполезно Что делать Либо вы включаете Мозг и сами Перепросматриваете И перепроживаете Либо Из того что мы видим Практически Практически Вот при этом переходе У человека При инкарнационном цикле Да Вот переход Во время инкарнации Здесь отжались очки Сознания Душа забрала Сознание Жизненный опыт Она записала На флешку Эта флешка Идет в психику В бутерброде В психической структуре Есть целая Зона Такая Целый слой Целая микросхема Которая называется Флешка Жизненным опытом И человек может Пользоваться тем опытом Который накоплен у него В предыдущих воплощениях То есть она сюда идет И таким образом Получается Что вот В эту текущую жизнь По сути дела На уровне информационных меток Переходит информация О незакрытых Вот этих вот решениях Те решения Которые были Незакрыты Вот они Вот они Наши решения Они переходят Метельными метками И они прописаны В эпигенетике В эпигене В эпигенах Эпигены несут Эту информацию Иногда ее несут гены Гены несут Когда информацию Когда поломан Уровень души То есть Это поломка На уровне души И тогда Эту информацию Прописывает в гены Душа души Это другой матричный уровень Это то Что мы смогли Расшарить И то С чем мы работаем И когда мы Начинаем работать С детьми Например Аутистами Почему с детьми Потому что Это новые компьютеры И у них нету Вот этого опыта Жизненного Который надо Отжимать То есть С ними Значительно проще Ты перепрописываешь Ты помогаешь Завершить карму Родителям Завершить карму Души ребенка И таким образом Высвобождаешь Ресурс огромный На восстановление Физического здоровья И оно пошло Дальше Развиваться И ребенок Восстанавливается Что будет Если работать Например С теми же Детьми аутистами И не завершить Кармические истории Понимаете Танцевать можно Научить и медведя И таким образом Их можно адаптировать К жизни Они будут Что-то повторять Что-то делают Кстати Из аутистов Вырастают великолепные ученые И они всю жизнь Остаются с диагнозом Аутизм И это прекрасно Человек проживает Карму В следующей инкарнации Возможно У него не будет аутизма Не факт Если решение Вот эти вот найденные Закрыты Тогда не будет А если решение За жизнь Не найденные Не закрыты Будет что-то другое Все равно решение Душа закроет По-любому И когда мы смотрим Бывает что на 3, 4, 5 Жизней вперед У человека Не закрыты Вот эти штуки То есть он за одну жизнь За одну инвалидность Не смог отжать Значит будет Вторая инвалидность Третья, четвертая И так далее И оно будет идти по циклу Вот Но Это правило игры Это то что есть От чего не сбежишь То же самое И с родителями С родителями тяжелее Потому что у родителей Еще есть свой Накопленный жизненный опыт Уже текущий жизненный опыт Вот этот вот жизненный опыт Который Не на флешке В жизни получен И душа его Еще не отжала То есть она отожмет Его во время инкарнации А родители В текущей жизни Не торопятся Его отжимать И Тогда приходится Прилагать усилия К тому Чтобы двигать Родителей В сторону Осознания Почему Потому что На момент Когда завершается Карма Вот эта Связанная с ребенком Вот эта игра Конкретная Мы берем Конкретную игру Именно к ребенку У нас ребенок Самый важный В данном случае Когда завершается Вот эта вот игра Непосредственно Связанная с ребенком То У родителей Как бы на 2-3 недели Выпадает Прострация такая У них Облегчение С одной стороны Да То есть У них есть возможность Перейти к осознанному Управлению Своей жизнью Но Оказывается Что к осознанному Они не готовы Вместо того Чтобы в это время Начать Изучать Исследовать себя Что же мне интересно Начать творить Начать что-то делать Иногда Родители Заваливаются В депрессию Или Заваливаются На бутылку Или Заваливаются Вообще Непонятно на что То есть Как правило Первая Первая неделя До недели Эйфория Улучшения Отношений Счастья Любовь Морковь Да То есть У них освобождение Вот этот ресург Который получает человек При освобождении От кармы А потом дальше Ему надо Жопой двигать А у него Жопа к дивану Приклеена И он неосознан И тогда Начинаются чудеса И вот тогда Душа смотрит Смотрит на это И говорит Так Слышишь Если ты не можешь Рисовать картину Своей жизни сам Я тебе помогу Пинком Под ягодицу И очень часто Она такие пинки Начинает устраивать И когда мы смотрим Вот на эти все ситуации Мы понимаем Что практически Практически Абсолютно Всех взрослых людей Не важно Там мы работали С их детьми Или те Кто нам обращаются С какими-то заболеваниями Со своими заболеваниями Надо отправлять На проработку Во-первых Эпигенов Чтобы затереть Информацию кармическую Которая летит Уже в текущем варианте Да Во-вторых Каким-то образом Их начать Учить работать С собой Заниматься И в-третьих Кармическая Это история У человека Не одна Их десятки Их надо научить Работать с кармическими Историями И поэтому Вот сейчас Когда мы пошли Вот все глубже 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 Мы прорабатываем Варианты Как обучить Человека Самому Входить сюда И здесь работать Невероятная Сложная задача Знаете Почему Потому что Оказывается Сюда надо иметь Уровень доступа Духовного Да То есть Не всех пускает На сегодняшний день Более того Если у человека Это не прописано В его предназначении То его вообще Туда не пускает Да Научить можно Со своей душой Можно научить Общаться любого Я сегодня Запишу отдельным роликом Практику Именно как общаться Со своей душой Но Именно брать Объективную информацию Вот так Заныривать Через инфодайвинг Уже не все Там надо иметь Чистоту намерения А чистота намерения Это когда Вы уже мало то Что позачищали Все эпигены Вы настолько Синхронизировались Что вы искренне Сами с собой По сути дела Когда вы У вас Я и не я Соединяются Вы становитесь Целостными К этому опять-таки Может прийти Любой человек Но блин Это путь длиной в жизнь Это реально Очень большой путь Который Человек может проделать А может и не проделать А может он Еще через тысячу лет Его проделает Это цель игры По сути дела Это цель игры Вот Поэтому То есть Сама игра Она же как строилась Сперва человека Надо было разделить На я и не я Сделать его не целостным Потом распылить На кучу нецелостности И потом со временем Чтобы он Через познание материи Собрал себя целостным И принял в себе Бога И тогда начинается Следующая игра Под названием Я проявляюсь как творец Но это уже Следующий уровень игры Пока В текущем уровне Он далеко не у всех Реализован И будет реализован Да Но Это правило игры Я надеюсь Я доступным образом Объясняю Все что мы делаем С людьми То есть Когда мы работаем С человеком Мы не придумаем Программы Программы Вы можете там Прочитать У Яны Стайбл Или у Саймона Роуза Или еще у кого-то Целыми пачками Но от того Что вы их повторите И отмените Это будет не Пришей кобыле хвост Это не ваши программы У вас могут быть такие Но если вы их Не привязали К энергии К ситуации Они просто Пустой звон Они ничего не дают Но если вы точечно Обнаружили Именно ту программу Которая привела Именно то решение Которое держит Энергетический ресурс И у вас получилось Забрать вот этот ресурс И встроить жизнь То у вас будет результат Поэтому абсолютно У каждого человека Мы находим точечно Мы находим выборочно Благодаря Вот если сравнить С приборами То вот мы работаем В паре Либо с Андреем Либо с Натальями Либо с Леной Либо с Ириной Либо-либо-либо То есть В команду мы подбирали Людей Которые обладают Каждый в своей области Уникален У каждого Свои драйвера На свои программы На свою область Расшаривания Вот Андрей Великолепно ныряет В прошлое Великолепно Достает информацию О том Что было Великолепно Достает программы И таким образом Он как лапароскоп Входит Но лапароскопом Всегда кто-то управляет И когда мы работаем В паре Я четко знаю Куда его вести В каком месте Мы берем Как мы берем Как мы энергию забираем И фух Мы вдвоем Отрабатываем Это дело И встраиваем Вот именно По этой причине У Эдгара Кейси Не получилось Ходить так глубоко Потому что он был Потому что он был один Потому что он был один Потому что Не было вот этой команды Не определялись Склонности Психики Каждого человека К своей области Потому что Каждого человека Надо водить В своей области Каждый человек Берет свою информацию Каждый человек Уникален И Эдгар Кейси Брал исключительно Сюжеты Действительно Это один из моментов На которых Просто зависаешь От невероятности Это очень интересно И у нас тоже был момент Когда мы думали Что мы только этим Будем заниматься Но потом мы поняли Если мы будем заниматься этим Мы не пойдем дальше А надо идти дальше Потому что Глубины психики Невероятны Возможности работы Сегодня на разных Матричных уровнях Невероятны И мы понимаем Что мы можем Не просто изменить науку Не просто изменить медицину Мы можем изменить Наше общество Мы можем изменить сознание Когда человек осознает Что все в этом мире Взаимосвязано Что наша душа Играет И эта душа Действительно Хочет играть В любви и радости И действительно Любое событие Любое действие Любое решение Не проходит бесследно Ничего не проходит бесследно Понимаете Когда осознаешь Грандиозность Величие вот этой игры Просто приходишь в восторг В дикий восторг От того Как Бог это организовал И тогда некогда И нет смысла И нет желания И нет ничего Чтобы пенять на Бога И говорить Что у него Что-то сделано не так Или тебя что-то не устраивает Бери Находи Свою область Интересов Делай и приз Прись от того Как ты делаешь Что-то Для себя Для людей Для кого-то Ты не делал Ты все равно Делаешь для себя Это правило игры Бог познает Эту игру И самого себя Через нас По сути дела Он через нас В нее играет Пока все В следующем ролике Дам практику Для мам Дам Субтитры Субтитры